Павел Валерьевич Басинский Павел Валерьевич, и первый мой вопрос касается творчества Максима Горького. Это писатель, у которого, может быть, неоднозначное отношение в 90-е годы было. И вдруг такой интерес, с чем он был связан? Может, вам посоветовали в Литинституте взять эту тему? Потому что одна из первых работ у вас в 93-м году, если не ошибаюсь, Шукшин, Горький и Ниши. — Да, это была тема вообще диссертации моей. Я закончил аспирантуру в Литинституте. Вы знаете, Горького всегда было неоднозначное отношение при жизни и после смерти. Он вообще пережил несколько эпох. Он этим и интересен. Горький — это и XIX век, и начало XX века, и первые годы советской власти, и его участие в становлении советской культуры, и, конечно, восприятие его уже после его смерти. Горьким, да, я писал диссертацию, но потом я стал им заниматься и написал его биографию, потому что он, помимо того, что он мне очень интересен как писатель, он просто большой писатель мирового уровня, особенно как драматург. Его пьеса ставится во всем мире. После Чехова он самый востребованный русский драматург в мире. — То есть его нужно было заново открыть, на самом деле, и справедливости ради вы это и сделали. — Да, но он мне интересен еще просто как человек. Горький — очень крупный человек, очень крупная фигура вообще просто в русской истории, советской истории. — И за, по-моему, биографию Горький вы получили большую книгу, да, если не ошибаюсь? — Нет, большую книгу я получил за биографию Львана Николаевича Толстого. — Следующая, да, следующая. — «Бегство из рая», это книга о его уходе, и в целом такая его несколько необычная биография. — А Толстой вас чем заинтересовался, не секрет? Почему? — Толстой. Я сказал, что Горький во всем мире там востребованный драматург, а в любой стране мира, скажите, писатель вам сразу скажет «Толстой». Вот первая ассоциация, да, художник Леонардо да Винчи, писатель Толстой. Но дело не в этом, конечно. — Вы не только же как литературовед, вы еще изучаете его как человека, как личность биографии, да? — Я даже совсем не литературовед сейчас, скорее писатель, который пишет такие писательские биографии, хотя на строго документальном материале я ничего не выдумываю. Ну, Толстой — это океан просто. Толстой — это океан совершенно непостижимый, в который нельзя, знаете, как в реку нельзя дважды войти, так Толстого каждый раз заново входишь. Он меня всегда потрясал, поражал и удивлял. Вот поэтому я написал уже четыре книги о нем, даже немножко нескромно. — И все-таки, скажите, вы для себя открыли эту тайну. Почему он все-таки ушел из Ясной Поляны? — Ну, там, с одной стороны, тайны нет. Он ушел из-за того, что написал завещание, которое не нравилось его супруге, будем говорить откровенно, Софья Андреевна. Это был семейный конфликт. Но в самом этом жесте, конечно, было какое-то послание такое, может быть, невольно людям вообще, что человек, который мог быть очень богат, знаменитый, процветал бы и так далее, уходит с 50 рублями в кошельке и умирает, значит, на железнодорожной станции. — Да, писатель мирового имени. — И хоронит его в лесу. В этом был, конечно, жест такой, невероятный жест Толстого, который поражает до сих пор весь мир. — А куда он все-таки двигался? Все-таки в Опкину пустыню или вообще какие версии? — Да-да, версий много, вариантов было много. Конкретно он ехал в Новочеркасск, и оттуда было два пути, либо на Кавказ. Он хотел поехать, потому что он там служил и любил очень Кавказ. Там, собственно, его творчество началось. — А второй вариант, как ни странно, в Болгарию. Он думал, что он там скроется от толстовцев, но он не знал, что там-то толстовцев как раз очень много. В славянских странах было уже в то время очень много толстовцев. Но вообще это было, конечно, бегство. Он сам не понимал, куда он. Он просто бежал вот куда-то, так сказать. — Павел Валерьевич, вот в связи, в том числе и с Львом Николаевичем Толстым, раскроете, может быть, вот эту тайну вашей «любви» к Виктору Пелевину и Владимиру Сорокину? Они даже выводили вас как персонажа в своих произведениях. А у Виктора Пелевина есть произведение «Т» называется, как раз про Льва Николаевича Толстого, но она очень бойко написана. И это тоже своя версия как раз ухода Льва Николаевича. — Да, мы даже с Пелевиным одновременно попали в шорт-лист большой книги. Он с романом «Ты и я с бегством из рая». И я получил первое место, а он третье. Но я нисколько не злорадствую по этому поводу. Я, в принципе, сейчас достаточно хорошо отношусь к Пелевину. Может быть, там хуже к Сорокину, как к писателю. Но толерантно сейчас к Сорокину отношусь. Я как-то все стал принимать с возрастом. А в свое время я был просто очень таким ядовитым, резким критиком, когда работал в литературной газете. И я очень сильно ругал и Сорокина, и Пелевина, что нормально для молодого критика. Вероятно, они обиделись. Что нормально для писателя, держаться на критику. А то, что вывели в романах, это, ну, вы знаете, Достоевский вывел Тургенева в бесах в виде тормозина. Так что это даже почетно. Павел Валерьевич, вот Василий Макарович Шукшин вам интересен как личность, как писатель? Вот вы бы хотели написать его писательскую биографию? И вот, может быть, даже мысли такие возникали? Мне невероятно интересен Шукшин. Больше того, я могу сказать, что... Но из писателя советского периода, второй половины, условно говоря, 20 века, он, может быть, мне интересен более всех вообще, как писатель. В свое время первая книжка, которую я прочитал, была характера сборников рассказов. И она меня вообще просто поразила. Поразила своим мастерством, глубиной психологической, которую он понимает вообще русского человека. Вот этой портретной галереи русских людей, которую он там дает, очень странных, вот этих чудиков своих. Но биографию его я писать не буду, потому что я уже написал мой друг Алексей Варламов. Варламов, он был у нас в гостях. Директор литературного института. Он написал очень хорошую книгу в ЖЗЛ о Василии Макаровиче Шукшине. Нет, ну наверняка будут обращаться к творчеству Василия Макаровича, к его биографии, потому что она действительно интересная. Я поэтому и задал вопрос, может какую-то работу вы захотите написать? Даже не обязательно биографию. Да, что что-то и буду писать. К тому же Шукшин ведь, он очень многогранный. Ну писатель это первый, он сам читал литературу первым делом в своей жизни, но он гениальный режиссер. Он создал свой кинематограф. Вот свой кинематограф Тарковского и свой кинематограф Шукшина абсолютно. И он, конечно, гениальный актер. И вообще он в целом, вот он такая личность, которая даже внешностью своей, вот как модно сейчас говорить, харизмой своим, обаянием, он завораживает. И он, как мне кажется, выражает русскую натуру, русскую душу, вот эту вот загадочную русскую душу, которую во всем мире говорят. Вот он внешне ее даже выражает лучше всех, Шукшин. Он это в Прокудине показал. И темные стороны ее, и светлые ее стороны, и надрывные, и спокойные какие-то. Вот это совершенно потрясающе. Он сделал это как никто. Ну и тем не менее, его, наверное, напрасно или, может быть, не совсем нужно относить к прозе деревенщиков. Вот в советские годы его через запятую причисляли там Распутин, Белов, Астафьев, Федор Абрамов и Шукшин. Потому что даже вот возвращаясь к биографии, он не так много долго жил в деревне. До 18 лет. Потом он служил в армии, вернулся, год поработал, значит, учителем. И потом навсегда уехал, и потом уже приезжал с ростки наездами небольшими. И как вы правильно выразились, действительно, суметь создать такой космос, такой космос российских, так достоверно об этом написать о русских людях, и в том числе деревенских. Вот здесь, наверное, гениальность в том числе и проявляется его, да? Конечно. Ну деревенщики вообще нет как условное понятие. Потому что меня оно не смущает нисколько, потому что это важная сторона. Да, конечно. Россия вообще, в 19 веке вообще была деревня. И сейчас это во многом, когда мы говорим о народе, всё-таки это действительно крестьянство, там колхозники, там кто угодно. Люди, которые своими руками делают что-то и кормят нас. Но, конечно, его нельзя, вот так строго говоря, относить к деревенщикам, потому что он писал о деревне и много писал о деревне. Знал о её, да. Да, но если вот говорить о такой вот социальной, что ли, локации, он другое. Он скорее показал вот этих жителей вот между городом и деревней, вот этих малых городов, районных. То, что в России раньше называлось уездом. И, кстати говоря, Горький, о котором мы говорили, он считал, что Россия – это уезд. Это не губернские города, уж тем более не столица. Это именно уезд. Вот он показал вот этот уезд 20 века. И, наверное, вот в этом потрясающая трагедия, да, людей, которые уезжали и уезжают в деревень, да, отрывались от корней и не могли прижиться в городе. Мы же тут же Прокудин, да. Конечно, конечно. Это вот невероятная трагедия миллионов людей, русских людей. Да, безусловно. И он это чувствовал, при том, что его-то судьба состоялась, конечно, безусловно, он стал знаменитым актёром, режиссёром, писателем, но он всё равно это чувствовал. Он чувствовал это некоторое, это, конечно, не то слово, не предательное, некоторую измену, что ли, да, вот, необходимую для развития своей судьбы, но всё равно некоторую измену, да, своей родине. Вот он здесь, он звезда, он великий, а люди-то остались там. Павел Ильич, а вот всё-таки больше он, он же рассказчик, да, у него там два романа, три повести, три пьесы и так далее, но он всё-таки как мастер короткого рассказа, да, можно назвать его, сказать. Вот сегодня, можно сказать, что вообще, в принципе, вот эта проза, ну, опять же, условно, деревенщиков, она представлена у нас или нет? Ведь проблема же это остаётся, кто-то работает в этом направлении. Вот вы всё-таки в Москве, наверное, более объективно видите эту картину. Ну, во-первых, хочу назвать такого писателя, это мой земляк, потому что я вообще волгоградский, я из Волгограда. Борис Петрович Якимов. Да, не знаю. Вот, это очень мощный писатель, именно деревенщик, пишущий о деревне, ну, он пишет ещё и о рыбалке, вообще, так сказать, о природе очень много. Вот, продолжать традиции, безусловно, деревенщиков, вот конкретно Распутин, роман Сенчин. У него совсем недавно был такой роман «Зона затопления». Это, в сущности, он сделал то же, что Распутин в прощении с матёр. Он просто поехал на другое место затопления, разговаривал с людьми и написал вот такой повесть или роман, такой полудокументальную. Так что эти традиции, безусловно, продолжаются. У Захара Прилепина есть рассказы о деревне, потому что он тоже во многом родом оттуда. Вот, просто сейчас это не оформляется, может быть, в какое-то направление, там, течение, да, но тем это остаётся, безусловно, остаётся. Павел Иванович, большое спасибо за беседу такую содержательную. Приезжайте к нам почаще. Удачи вам, здоровья. Я напоминаю, что у нас в гостях был известный писатель и литературовед, лауреат премии «Большая книга» и Государственная премия Российской Федерации Павел Валерьевич Басинский. Спасибо за внимание, до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!